Субтитры создавал DimaTorzok У меня хобби совмещаются с работой. Я занимаюсь художественной обработкой металла. Мне это, конечно, было очень интересно. Тем более, что сделать самому так, как ты хочешь, особенно повторить то, что ты где-то увидел в фильме или книжке по истории, это было очень для меня круто. Изготовленное зюрием оружие – сувенирные реплики. Спрос на такие изделия сейчас только растет, говорит мастер. Ведь сделанный умелым мастером атрибут определенного исторического периода в каком-то смысле – путешествие во времени. У меня была такая идея повторить оружие Киевской Руси. Я обратился в союз народных мастеров, где я состою. Они мне собрали материалы, сами даже сделали чертежи первые два мяча. Мы попытались их повторить. Их купили в наш музей исторический. Каким будет его призвание, Юрий понял еще в детстве, глядя на работу отца. У меня папа еще в советские времена работал художником-оформителем. И то есть я с детства приучен к молотку. Именно отцу Юрий подарил свое первое изделие. А на сегодняшний день все его работы уже не перечислить. Но свою первую поделку он помнит до мельчайших подробностей. Мне хотелось сделать ножик, но сделать самому. Это было в третьем классе. Ну, где-то, да, мне там лет 10 было. Ну, конечно, я попросил папу, но он мне дал кусок металла, кусок дерева для ручки. Поставил к станку, и я сам его за день сделал буквально. И он мне так вот что-то запомнился. 25 лет прошло. Его первое выкованное оружие было меч. Почему именно он? Потому что образ древнего воина у мастера ассоциировался с мечом, копьем и щитом. Но чтобы поколдовать над созданием настоящего, а не бутафорского оружия, нужно время, вдохновение и настойчивость. Первый меч, который я сделал, весит 7 килограмм. Есть информация, что меч Александра Невского весил пут, то есть 16 килограмм. Я решил, что это будет очень трудоемко, наверное, повторять такую массу. Булав очень много делал, разных абсолютно. Больше всего я делал сабли. Специальной подготовки перед тем, как приступать к изготовлению оружия, у Юрия не было. Мастер объясняет это тем, что его оружие предназначено не для боя, а скорее играет роль музейного экспоната. Конечно же, в старину оружейники делали исключительно боевое оружие, а посему к подготовке относились намного серьезнее. Кузнецы готовились к этому очень тщательно. Соблюдали определенный пост, молитвы, даже культ одежды был на время изготовления меча. Ну, наверное, это очень правильно. Выбрать и придумать новую модель – это самая творческая составляющая оружейного ремесла. Мастер поделился секретом, что вдохновляет его на создание новых реплик. Часто возникает идея что-то сделать после прочтения какой-то литературы. После Пушкина там интересно были дуэльные пистолеты сделать. Читал конкисту Америки, испанские шпаги захотел повторить. Когда вот были раскопки под берестечком, занялся саблями, хотелось повторить казацкое оружие. В производстве оружия задействуется самый широкий спектр работ по металлу. В этом деле нужно быть немножко и стелеваром, и кузнецом, и токарем. Но при всем этом еще и художником, умеющим гравировать и инкрустировать. Сколько же процессов насчитывает производство одной модели? Во-первых, поиск информации. Если какую-то конкретную, допустим, саблю нужно сделать, нужно перевернуть кучу литературы, интернет. Потом, конечно, делать эскиз. Ну, а потом приступать уже к металлообработке. Отковать лезвие, опять-таки, обработка, полировка, гравировка, золочение, серебрение. Ну, по ходу все. Вот тут что-то добавить, тут переделать. Как фантазия будет играть. Хотя мастер и делает оружие, не предназначенное для боя, он при этом старается придерживаться всех канонов оружейного ремесла. В первую очередь, отталкиваться от материалов. Чтобы достичь максимальной схожести, все подбирается таким же, каким было в давние времена. Материалы разнообразные. Там и дерево идет, и кость, и кожа. Когда более торжественное оружие, то прибегаем к технике гальванических покрытий, золочения, серебрения, украшения камнями. Чтобы быть настоящим оружейником, нужно иметь смелость и терпение. Юрий считает, что в этом ремесле нужно всегда быть сосредоточенным, ведь риск получить травму у станка не меньший, чем на поле боя. Оружие есть оружие. Предмет острый, который еще обрабатывается на станках. Все в движении, поэтому доля риска в этом есть. Но это тоже заводит. Какое-то время Юрий не сам стоял у станка. У него было свое производство по обработке металла. Небольшой цех с наемными работниками. Но мастер решил перейти на исключительно ремесленный труд. Говорит, что когда сам полностью отвечает за каждое изделие, ему спокойнее. Изделия, сделанные на заводе, это, как правило, серийные изделия, которые все абсолютно одинаковые, делаются с целью продажи. Я думаю, там и люди не особо переживают за то, что в итоге у них получится, а переживают за зарплату скорее. Когда делаешь изделие ремесленное, все вручную, то, конечно, тут и переживаешь за качество изготовления и даже за дальнейшую судьбу, кому оно в руки попадет. Ну и вкладываешь душу, конечно, в это дело. Контингент заказчиков у Юрия разный. Независимо от того, станет сделанный им меч или сабля музейным экспонатом, или же пополнит частную коллекцию, а может быть и будет использован в киносъемках, в любом случае мастер обязательно интересуется его дальнейшей судьбой, ведь оружие – это очень ответственный подарок. Перед тем, как передать изделие, должен знать человека, что оно попадет в хорошие руки и будет служить украшением. Саблю последнюю в Чигиринске мы здесь забирали. Декораторы, которые занимались на съемках фильма «Богдан Хмельницкий», мы с ними попытались реконструировать мечи, польские мечи, сделали скизы, ну и повторил два меча. Единственный заказчик, которого Юрия отказался бы вооружать – это армия. Он объяснил, почему это принципиальная позиция. Это моральный аспект. Ни в коем случае я не буду делать орудие убийства. Одно дело – делать оружие, которое будет символизировать армию какого-то времени, иметь историческую подоплеку. Но как предмет для отбирания чьей-то жизни я ни в коем случае не буду свою руку туда прикладывать. Юрий занимался изготовлением оружия, но однажды решил попробовать еще одно кардинально противоположное предыдущему направлению. С возрастом переосмысливаешь свои интересы. Помню, сделал первую чашу для причастия, и как-то оно пошло. Мне стала интересна инкрустированная посуда из драгоценных металлов. Сама вот эта техника чеканки, я обожаю чеканку. В силу, наверное, моды, что ли, светская жизнь как бы переходит на новые какие-то понятия. А в церкви каноны остаются прежними, которые были там и в средние века, и сейчас. И тут я могу применить свою любимую технику. Мастер говорит, что процессы в работе над металлом во многом те же, что и в изготовлении оружия. Но настроение и мироощущение при изготовлении церковной утвари – это совсем другое. Оружие имеет назначение убивать, чаша для причастия, спасать душу. Конечно, при изготовлении церковной утвари я более подхожу ответственно, и состояние души абсолютно другое. У изделий Юрия богатая география. Конечно же, отследить путь каждого очень трудно. Но в любом случае мастер рад знать, что его труд пользуется успехом во многих уголках земного шара. Во Францию, в Германию делали. Ну, это что касается оружия. Меня как-то заказали булаву, сказали на подарок. Где-то спустя неделю смотрю телевизор и смотрю в новостях, показывают мою булаву в каком-то музее. Я даже не запомнил в каком. Ну, как-то так. Ну, я и не ожидал. Там-то состоялся крестный ход, и смотрю, несут раку, которую я делал. Или вот знакомые недавно из Молдавии приехали и сказали, говорят, мы видели твой мощевик там в таком-то соборе. Что касается церковной утвари, мне очень приятно, когда по разным уголкам мира она расходится. Значит, за меня молятся там, как за благоукрасителей храма сего. Ну, и Господь помогает. Сабля или чаша для причастия. В каждое из этих изделий мастер вкладывает вдохновение, труд и частичку своей души. Юрий уверен, это не просто изделие из металла. Это история, память и культура нашей страны. Хотелось бы, чтобы люди были более-менее образованы. Понимали в искусстве, в истории. Ну, наверное, моя работа как бы тоже служит этому делу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok